Я прочитаю стих из Евангелия от Матфея, 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Примерно похожий стих мы читаем также в 16 главе от Матфея. И там говорит Иисус, обращаясь к Петру, в 19 стихе «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Но в 18 стихе он как-то обращается к ученикам и говорит им, их было 12, «Думаю, что он обращается и к нам». Есть много толкований в этом направлении, очень интересных, но нам хотелось разобрать на библейском часе именно то, что касается нас лично. Что нам удалось в жизни связать, и оно было связано на небесах. И что нам удалось развязать, и оно было развязано на небесах. У нас были гости с Украины, два брата, которые прошли реабилитационный центр и получили освобождение от наркотической зависимости, стали служителями в церкви. Были и их жены. И мне так хотелось, чтобы каждый на эту тему что-то сказал. Что удалось связать, и оно было связано. И что удалось развязать, и оно было развязано. Одна сестра рассказывает, когда муж еще был в наркотической зависимости, и я всегда было так больно, или переживала того, что, видя все своих подруг, у них были нормальные семьи, а у нее вот такое случилось. И каждый раз она что-то пыталась предпринимать. Она активно высказывала свои мысли, видимо, свои переживания, вслух. И по-всякому, но от этого отношения в семье не становились лучшими. Он еще работал и занимался ремонтом квартиры. Вот однажды она пришла и видела, как он работает, и как ему трудно было работать. Она посмотрела на него вдруг глазами не жены, а глазами человека со стороны. Она его как-то по-новому полюбила. Она увидела в нем душу, бессмертную душу, которая погибает. И она этот момент запомнила на всю жизнь. В этот момент у нее что-то действительно развязалось, и что-то было связано. Связано было, может, вот это отношение к нему, которое надо воспитывать, которое надо менять. И было развязано другое чувство, чувство искренней, божественной любви. И она помолилась молитвой, которая осталась ей потомой на всю жизнь. Это было несколько слов, но это были слова, обращенные к сильному, могучему Богу от всего сердца с полным доверием. Прошло немного времени, муж покаялся. Он неоднократно бывал у нас в Германии, помогал, и мы с ним общались. И я всегда видел в нем смиренного и доброго христианина. Я никогда не мог представить, что у него было очень такое, ну, сложное прошлое. Другая сестра рассказывает, она вышла замуж тоже за человека, бывшего в наркотической зависимости, который, так сказать, стал служителем Божьим и возглавляет репцентры, работать в этом направлении. И они, когда женились, то поставили себе такое задание или решение, чтобы действительно исполнить слово, которое апостол Павел пишет в 4 главе к Ефесянам, что не зайдет солнце во гневе вашем, то есть, чтобы ни разу не лечь спать и чтобы не примирившись друг с другом. Она рассказывает из опыта 14 лет, что они ни разу не легли спать так, чтобы между ними был раздор. Они всегда примирялись, всегда. Она тоже из семьи, из брака, который был в свое время разрушен, у нее дочка есть. Тем не менее, после покаяния, после того, как оба они пережили в своей жизни всевозможные трудности, они приняли решение ни разу не пойти на отдых, когда солнце зайдет, чтобы они были не в мире друг с другом. Что-то было связано. Связано было желание остаться правым до следующего утра. Желание не уступить, оно было связано. Теперь они уступали. Теперь они говорили друг другом, пока не примирялись. Решение связано здесь, на земле и связано до небес. Развязано желание жить в мире в любой ситуации. И это желание было на небесах. Поэтому так важно, чтобы, читая слово, тут очень много толкований, как поступают священники, связывая других, отпуская грехи и прочее. Но этот стих можно применять лично к себе. Истинно говорю вам, говорит Иисус, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Один брат рассказал про своего деда. Он был в свое время руководителем церкви. Узнав, что его сын женится, и услышав, что жена, она неизвестного, так сказать, рода и племени, и, может быть, что-то негативное ему сказали. Это были времена комендатуры в Германии, в России, простите, и видеть друг друга они не могли. И он написал письмо, написал жене письмо, жене мужа, то есть своей снохе. И пишет ей очень такие, ну, как бы строгие слова, в которых он пишет, так сказать, будь осторожна. Помни, что муж может заносить добро в дом вагонами, а жена может все и все выветрить, вынося это в фартуке. Ну и другие слова. Жена его сына прочитала и была обижена. Откуда он знает ее, чтобы писать такие письма? Прошло десять лет. Через десять лет многое изменилось. В семье сына появилось пятеро детей. И пятый был маленький мальчик, десяти месяцев. И когда отец зашел, и при первом разговоре со снохой, он спросил ее, есть ли это письмо, которое я написал тебе десять лет тому назад? Она сказала, да, есть, конечно. Он говорит, сколько волос на моей голове, столько раз я прошу прощения за то, что написал это письмо. Следующей ночью заплакал ребенок, он болел, десять месячный мальчик. Он сказал снохе, я прошу тебя, не вставай, в эту ночь я буду смотреть за ребенком. И так он смотрел все ночи и качал ребенка в течение недели. Потом он уехал. Его сноха Пожа сказала, все, что было раньше между ними, как узел, которым было связано непрощение, оно было развязано. Было развязано настолько, что на место непрощения пришла любовь. То есть, произошло нечто очень важное. Было развязано нечто на земле, которое было развязано и на небе. Мы можем связывать и развязывать. Мы можем помогать другим связывать и развязывать. По этому местописанию здесь говорится, вы вместе, где двое или трое, там я среди вас. И там можно молитвой, можно добрым разговором с помощью Божьей разрешать вопросы, помогать, связывать и развязывать. Я желаю слушателям этого слова взять эти слова к себе и связывать все, что не угодно Богу. И развязывать все, что Ему угодно. Говорил Вальдемар Ильк, Церковь Божия Гальброн. Вальдемар Ильк, Центричек, Центричек. Вальдемар Ильк, Центричек. Вальдемар Ильк. Открызайте. Вальдемар Ильк. Продолжение следует...